Привет, друзья! С вами подкаст «Базовый блок» и я, Иван Иваницкий. И сегодня в гостях у нас Сергей Тихомиров. Привет, Серж! Привет! Роли у нас меняются постоянно, то гости, то ведущие. Я сегодня в роли гостя буду выступать преимущественно. Да, потому что ты у нас ездил на Lightning Hack Day в Мюнхене, так? Абсолютно точно. И хочу поделиться со слушателями своими впечатлениями об этом замечательном ивенте, посвященном главным образом Lightning Network и ее развитие. Ну, расскажи в двух словах сначала, как это все выглядело, как проходила конференция, в каком месте. Ну, я могу тут сказать следующее, что это была конференция очередная из серии ивентов, посвященных Lightning Network, собственно, под брендом Lightning Hack Day. Если вы посмотрите на их сайт, вы увидите, что они делали конференции, такие конференции-хакатоны в Нью-Йорке, в Берлине и еще в каких-то местах. Это, по-моему, был пятый ивент, если я не ошибаюсь. Вот. И организовывала эта команда под названием Fulmo. Это такая компания, довольно, мне кажется, известная пока в узких кругах, которая занимается всяким ресерчем на тему Lightning. Я не очень даже представляю, что они, собственно, там на ресерч, но, в крайней мере, как и организаторов конференций, я их знаю. Вот. Удивительно, как они вообще собрали такой звездный совершенно лайнап, учитывая, что все-таки у нас центр нашей IT-вселенной находится все-таки за океаном, в США, и там происходит значительная часть разработки, если не большинство. Но спикеры реально прилетали из Америки, один спикер прилетел из Японии, ну и, конечно, европейская вся тусовка в этих технологиях собралась. То есть были представители компаний, разрабатывающих все три главные имплементации Lightning Network, плюс еще представители четвертой компании, о которой я до этого даже не слышал, оказывается, и четвертая имплементация Lightning, плюс еще несколько разработчиков, разработчики кошельков, эксперты в Hardware, представители BIRF, например, биржа HODL-HODL, Макс, с которым мы делали интервью. Вот. Так что все было очень классно. И да, проходило это все в Мюнхене. Я сейчас почитал, посмотрел, что за площадка, собственно, была, потому что, когда я туда пришел, у меня возникло впечатление, что это какое-то вот, ну как сказать, что-то по типу винзавода. Ну то есть, как сказать, общий такой паттерн, который в городах наблюдается и в Европе, и в России тоже, что, во-первых, разрастаются города, а во-вторых, промышленные предприятия, которые раньше были на окраине, они становятся как бы почти даже их центры и переоборудуются под всякие постиндустриальные юзкейсы. Условно говоря, вот как, ну или это можно просто снести, как Дил в Москве снесли, или это можно переоборудовать, как там винзавод, как, что еще в Москве есть такого промышленного, промышленное, что стало потом модным таким местом. Да много такого есть, просто много даже офисов в лофте. Флакон, вот это вот в районе Савеловской. Да, электрозавод. Электрозавод, да, вот такие вещи. Но, естественно, в Европе как бы более-менее так же шло развитие, и то место, в котором была конференция, как я теперь выяснил, это раньше был завод Симмонс. То есть раньше там было вообще какие-то производства, потом, после войны в 49-м году туда переехал Симмонс. Ну, как переехал, они перенесли штаб-квартиру из Берлина в Мюнхен по, я думаю, приятным причинам. Но я поясню все-таки, потому что разделение Германии и все-таки быть штаб-квартирой в разделенном Берлине, окруженном восточной Германии, это было, наверное, не здорово. И поэтому они уехали в Мюнхен, и там стали покупать или как-то достраивать здание. И вот там такой целый квартал, называется «Новый Балан», «Новый Балан», чтобы это не значило. И там много таких вот зданий. И потом уже выкупила какая-то другая компания, которая занималась производством электроники. А сейчас там такой бизнес-центр, и там огромное количество, видимо, не очень больших компаний там базируется. То есть там множество зданий, они пронумерованы, их штук, наверное, 40. И в каждое здание заходишь, там табличка ухода с логотипами всех компаний, которые там размещаются. И там на больших зданиях прям десятки компаний, на маленьких зданиях, не знаю, может быть, 10-20 компаний. Но вот мы были в офисе, этот ивент был в пространстве, как я понял, каких-то страховщиков. То есть там такое вот было. Такое вот было место. Общий зал, где все просто тусовались, такое лобби. И три небольших конференц-зала. Один побольше, который назывался «Вумбо». Это такой лайтнинг-мем про «Вумбологи». Есть какой-то пропозал, который называется «Вумбо», который позволит что-то там каналы расширять, или что-то такое. Это референс к мультику про Спанчбома. И две еще комнаты поменьше, которые назывались «Сатоши» и «Реклес». «Реклес» — это еще один мем из лайтнинг-сообщества, ну что означает «безбашенный» или что-то в этом духе. Когда лайтник только запускался на майннете, то его, так сказать, ну не противники, но оппоненты из лагеря, скажем, «Биткоин кэш» или таких вот вещей, которые в лайтник не верят и считают, что это недостойно, в общем, внимания, они утверждали, что лайтник на майннете использует «Реклес». То есть деньги, скорее всего, будут потеряны, но это разработчики подхватили, как некоторые внутренние мем, и все друг с другом на этом ивенте особенно перешучивались, ну что, типа, насколько ты «Реклес»? Или вот та технология, которую вы предлагаете, ничего, совсем уже «Реклес». Но сейчас, видимо, на майннете отправлять реальные биткоины через лайтник – это не так уже «Реклес», как это было год назад, но все равно главные имплементации, они ставят лимиты на размер канала, и очень большие каналы там открывать пока нельзя. То есть по протоколу как бы можно, если ты сам там залезешь в код, изменишь этот параметр и пересоберешь сам свою сборку. Наверное, так можно сделать. Но если ты просто качаешь бинарники, то тебе не дадут открыть большой канал, ну чтобы ты не расстраивался, если ты вдруг потеряешь деньги. То есть чисто из соображений безопасности. Ну да, ну да. Здесь еще большой плюс, который отмечался в нескольких докладах. Почему, вот в чем одно из существенных отличий лайтнинга от биткоина, что в лайтнинге у нас же глобальный консенсус, и у нас все вот эти вот детали имплементации, все нужно очень хорошо продумывать, чтобы ничего там не разъехалось и так далее. А лайтник, поскольку это протокол, который существует on top, и он не требует глобального консенсуса, то если там одна имплементация что-то на факапе, то это будут только ее проблемы, и пользователи там переедут на другую имплементацию. Если имплементации друг с другом будут плохо взаимодействовать, это в принципе тоже проблема исключительно локальная. То есть можно гораздо больше экспериментировать, и таким образом... Ну да, риск, он распределен по участникам. Ты сам рискуешь своими деньгами в какой-то степени, конечно, поскольку это все еще новая технология, но вся сеть под угрозой не находится. А реактор сет, получается, такой биткоиновский бидл? Ну, как сказать, бидл тоже... Лайтник сообщества, но, так сказать, я бы не отделял его прямо от биткоин-сообщества, потому что эти многие люди, которые давно уже в биткоине и много привнесли полезного в биткоин, и сейчас... Ну, я бы не сказал, переключились на лайтник, но обратили свое внимание на лайтник как логическое продолжение развития биткоина. Ну да, как бы тут собрались бидлеры, и они, конечно, реклись. А на самой конфе была речь только про лайтнинг, про биток в целом не было, да? На первый взгляд хочется ответить, что да. Но я сейчас пролистываю список докладов, и, в общем-то, да, наверное, так оно и было, разве что, может быть, за исключением последнего доклада, который произнес Джеку Музоку, такой известный в биткоин среде человек, биткоин, не помоимся этого слова, максималист, ну, который рассказывал какое-то более общее видение, как развиваются протоколы, и чем отличается биткоин от лайтнинга, и какие вот у нас появляются новые проблемы и в то же время новые возможности. То есть, хотя это тоже было в значительной степени про лайтнинг, но не только. Ну да, в целом весь ивент был посвящен именно лайтнингу. А вот ты сказал, что лайтнинг комьюнити – это скорее подмножество биткоин комьюнити. Насколько это верно? Или есть все-таки люди, которые пришли в биткоин сразу в лайтнинг, не имея дела, там, не знаю, с кором? Ну, я думаю, что, ну, конечно, у разных людей там разные есть пути, и наверняка кто там под любую комбинацию сообществ можно найти человека, который будет принадлежать к такой комбинации сообществ. Но мне кажется, что люди, которые, условно говоря, сейчас приходят, ну, приходит какой-то разработчик, который, может быть, он про биткоин слышал уже давно, но этим не занимался профессионально, а хочет больше, значит, в этой области реально что-то сделать. Ему проще гораздо пойти в лайтнинг, чем в биткоин, в смысле биткоин-кор, потому что все-таки биткоин-кор и вообще имплементация полных узлов – это устоявшаяся довольно, даже не так, не то, что устоявшаяся технология. Во-первых, функционал, он уже достаточно заморожен, скажем так, там не будет каких-то breaking changers, скорее всего. И то развитие протокола, которое сейчас идет, оно очень тяжелое, очень сложное, и те вещи, которые туда внедряются или будут внедряться в будущем, они требуют высокого уровня экспертизы и очень высокого уровня ответственности за код, который ты пишешь. А если ты приходишь в лайтнинг, ты можешь начать экспериментировать. Опять-таки, у тебя больше пространства для маневра, и больше разных крутых штук ты можешь сделать. То есть мне в этом смысле представляется лайтнинг более какой-то дружелюбной, что ли, средой, чтобы въехать в эту тему. Потом, если захочется, можно пойти на какие-то более глубокие уровни. Но, конечно, чтобы разрабатывать на лайтнинге, для лайтнинга, хорошо понимать, как биткоин-протокол все-таки работает, потому что ты будешь понимать, какие принципиально есть ограничения, и у тебя будет ментальная модель правильная. Это всегда полезно. Но так, всякие проекты для хакатонов, конечно, для лайтнинга, они более, скажем так, осуществимы, чем если делать это полностью в мире ончейна или тем более дизайна низкого уровня протокола. Да, вот раз уж ты сказал про хакатон, давай, прежде чем перейдем к конференции, обсудим хакатон. Какого рода задания там были, какого рода хакеры там были? Ну, смотри, на самом деле это не было хакатоном как таковым, то есть хоть это называется хакдэй, видимо, это, не знаю, организаторы изобрели некоторые свой формат мероприятия, то есть это в основном конференция, но также это и площадка для информального общения, то есть вот в большом зале, скажем так, в лобби, там постоянно тусовались люди, постоянно общались, несмотря на то, что в трех залах параллельно там шли доклады. Ну, не всегда во всех трех параллельно, но иногда параллельно. А что касается хакатона, то по краям, скажем так, на периферии этого большого зала стояли несколько столов, за которыми сидели хакеры и что-то там хакали. Вот, но не было такого, что кто-то выдает задание, не было такого, что там в конце объявляются результаты и победитель получает приз. Скорее просто людям, которым хотелось, ну, я опять-таки с этими людьми не говорил, к сожалению, кто там сидел за этими столами, но предположение могло быть такое, что, условно говоря, какая-то распределенная команда, которая разрабатывает какой-то Lightning, не знаю, что-то, кошелек, что угодно. И им приятно собраться вместе за одним столом, чтобы в живом таком общении какие-то прояснить вопросы, как-то более плотно повзаимодействовать. Вот, они, видимо, это делали. Ну, или как-то, не знаю, люди, которые разрабатывают, допустим, там, какую-то одну Lightning имплементацию, им хочется пообмениваться опытом с людьми, которые разрабатывают другую, там, как они решают какие-нибудь технические проблемы и так далее. То есть это было, я бы сказал, такое приложение к общему ивенту, скорее, нежели чем главная его часть. Хотя один из вот этих проектов, который там на периферии этого зала происходил, был Lightning ATM. Там команда энтузиастов собирала из лего биткоин банкомат, который менял Lightning, собственно, биткоины, передаваемые посредством Lightning, Lightning менял на такие маленькие шоколадочки в форме евро-банкнот. Вот, то есть там, я снял про это видос, и на нашем YouTube-канале, я думаю, когда выпуск выйдет, уже точно будут видосы, так что я всех адресую. Я снял несколько интервью, главным образом по-английски, но парочку и по-русски. И в одном из видосов вы можете увидеть демо этого биткоина ATM, как там платишь invoice, и она выплевывает шоколадку, и обратно даже можно шоколадку положить, как бы деньги положить, она что-то там заплатит обратно биткоины, если я не ошибаюсь. Вот, так что такой вот проект, его презентовали в конце в большой комнате, в Умбурум. Ну и, собственно, все, все поаплодировали и разошлись. Да, я еще, кстати, скажу, на тему видосов все доклады из самого большого зала транслировались в стриме, и есть стрим обоих дней на канале компании Волторо, которая была одним из спонсоров мероприятия. Так что можете их найти, мы их приложим в шоу на там. Класс. Ну что, перейдем тогда потихонечку к самим выступлениям. Скажи, было ли выступление, которого ты прямо ждал, то есть спикер, на которого ты целенаправленно шел? Сейчас дай немножко подумать. Я, если бы я нормально подготовился и прочитал твой вопрос заранее, я бы, наверное, имел готовый ответ. На самом деле спикеры все были крутые, и сейчас вот я листаю и смотрю. Ну, мне было очень интересно послушать, например, Томаса Воктлина из Электрум, главного разработчика Электрум, про то, как они внедряют Лайтнинг. Вот, еще выступление, которого я ждал, это выступление из CTO компании Async, компания, которая разрабатывает одну из главных трех имплементаций Лайтнинга, именно Эклер. Он рассказывал про, ну, собственно, про их решение, почему они выбрали, например, язык Скала и GVM в качестве платформы для своей имплементации, как они работают на андроиде, с кем они сталкиваются проблемами, челленджами и так далее. Вот, интересно мне было послушать также Мэтта Коралла. Мэтт Коралла – это известный разработчик в среде биткоина, который разрабатывает сейчас, помимо прочих вещей, раст Лайтнинг, Лайтнинг на Расте. Я думал, что это отдельная имплементация, но, как выяснилось из доклада, это не имплементация библиотека, то есть он хочет написать, и в процессе находится написание библиотеки на Расте, которое предоставило бы разработчикам способ очень кастомизированно встраивать Лайтнинг в свои приложения, как-то общаться с Лайтнинг-нодами и так далее. Честно говоря, его уровень технической компетентности настолько превышает мой, что я терялся, и я не всегда понимал, на самом деле, что где происходит, тем более, что он довольно быстро говорит, но, конечно, не так быстро, как разработчик тоже из Лайтнинг-пространства с длинным именем, и сокращенно он известен как Лаолу, он говорит вообще настолько быстро, что его нужно замедлять на лякциях. Но его, к сожалению, не было, я бы его тоже с удовольствием послушал. А Мэтт Карала презентовал, значит, такой был сеанс лайф-кодинга, он с помощью своей библиотеки Раст Лайтнинг за полчаса написал простую имплементацию Лайтнинга, то есть, начиная с Hello World, там, подключить библиотеку Hello World, и он прямо вот за полчаса на экране написал, как с помощью этой логики сделать канал, подключиться, отключиться, послать платеж. Вот, это впечатляет. А насколько это было воспринимабельно? Потому что в те разы, когда я был на выступлениях, на которых люди вживую кодили, это было довольно печально все, потому что они медленно комментировали, и ты просто засыпал. Ну, честно говоря, это не очень воспринимабельно, вот, но поскольку докладчик так живо довольно пояснял, что, собственно, он делает и что происходит, то, ну, как бы, я иногда терял нить повествования, но в целом все равно более-менее понимал, что происходит. Так, какие еще доклады были интересные? Ну, сейчас я тогда открою свои заметочки. Я несколько докладов законспектировал плюс-минус, вот, но я не буду, опять-таки, углубляться особо деталям, тем более, что я могу, опять-таки, слушателей адресовать к лайв-стриму, где все это можно посмотреть во всех деталях со слайдами, вот, к сожалению, не из всех залов, только из большого зала, но все главные доклады они там были. Например, докладчик по имени Степан Снегирев, тоже русскоязычный человек, с которым мы, может, пообщаемся в одном из последующих выпусков, он занимается вообще хардвером, безопасностью хардвера, в том числе хардвер кошельками, и он рассказывал про то, как хранятся секреты в лайтнинге, а именно, какие бывают ключи. Ну, скажем так, вообще общее впечатление, которое я получил, это то, что лайтнинг, это, ну, с одной стороны, это очень круто, и это работает, и так далее. Я еще расскажу потом, какие, собственно, живые юзкейсы там были в лобби. При помощи лайтнинга там мы покупали разные напитки. Но лайтнинг, он вносит, во-первых, он меняет некоторую модель безопасности по сравнению с биткоином, он чейн, и, во-вторых, он, ну, сама структура, она более сложная, и там больше деталей имплементации, и потенциально из каких-то общих соображений информационной безопасности должно быть больше каких-то пространств для багов или для уязвимостей, так что тут, возможно, намного интересного еще предстоит узнать. Скорее всего, какие-нибудь хакеры будут взламывать какие-нибудь кошельки, и потом мы это будем чинить, и все это будет очень интересно. Ну вот, Степан Снегирев рассказывал про то, как хранятся секреты, и в отличие от биткоина, где просто, ну, есть приватный ключ, есть мубличный ключ, который преобразуется в адрес, и ты подписываешь транзакцию, и как бы все. Ну, по-моему, для того, что есть еще деривация ключей, из мастер-ключа получается много ключей предсказуемым образом, чтобы можно было бы капить только мастер-ключ в виде секретной фразы, а потом из него восстанавливать все адреса. Как бы это такая вот используется схема. А в лайтнинге разные ключи, ну, тоже они, естественно, получаются детерминированные из главного сида, но там есть ключи, которые исполняют разные именно роли. То есть, я тут уже немножко плаваю в деталях, не буду углубляться, но идея в том, что поскольку лайтнинг протокол состоит из обмена полуподписанными транзакциями или обмена какими-то подписями, то разного типа транзакций мы подписываем разными ключами. Дальше возникает вопрос, как нам обеспечить безопасность в том смысле, что поскольку лайтнинг – это интерактивный протокол, и нужно по сети общаться со своим партнером на другой стороне канала, то получается, что ключи, они тоже находятся на онлайн-машине. То есть, в лайтнинге нет такой вещи, как в cold storage, потому что сам протокол, если ты хочешь пользоваться лайтнингом, ты должен быть онлайн. Соответственно, возникает вопрос, как максимально себя обезопасить, и, может быть, какие-то ключи из этих как-то можно вынести все-таки в cold storage. Или там хранение каких-то ключей кому-нибудь можно делегировать в каких-то условиях. И вот доклад был главным образом про это. Ну, по крайней мере, первая часть доклада была про это. То есть еще нам предстоит как комьюнити, скажем так, построить решение, где все, что можно вынести в cold storage, скажем так, надо будет вынести в cold storage. Или там, например, те ключи, которые используются для наказания, противоположной стороны, если она пытается читить, то это хотя эти ключи не должны быть, безусловно, под рукой, чтобы оспаривать плохую транзакцию, все-таки эта ситуация, она довольно редкая, и читы вообще довольно редко случаются, мне кажется, по факту. Там какая-то статистика была про это. Где-то я ее читал, но сейчас не буду врать, не буду придумывать цифры. В общем, этот ключ можно тоже как-то положить в какое-то там полухолодное хранилище, чтобы он не был постоянно онлайн, но чтобы его относительно быстро можно было извлечь. Это был один аспект. Слушай, а вот хотя бы одну схему можешь описать, как это делается? Потому что, ну, если у нас в cold storage ключ, то получается никак программным образом его оттуда вытащить нельзя. И тогда получается, что любое его применение связано с действиями человека. Ну, вроде как да, не знаю. Я немножко здесь начинаю уже отклонять и смешивать заметки доклада с моим собственным пониманием, так что, надеюсь, меня слушатели за это простят. Но мое понимание такое, что в Lightning же есть тайм-аут, и если противоположная сторона начала читить, то ты эту ситуацию детектишь, и у тебя есть некий тайм-аут, чтобы среагировать. Если ты успел внутри этого окна среагировать, то ты победил, тебе достается все бабло. И этот лимит сейчас в Lightning довольно большой, он порядка двух недель составляет. Или нет, мне кажется, там две недели это максимальное то, что по протоколу возможно, тайм-аут. И имплементации его ставят в максимум просто на всякий случай, чтобы не, значит, не подвергать риску своих пользователей. Но, видимо, тут схема такая, что этот ключ, его, в принципе, можно положить в cold storage и с тем намерением, что если я увижу чит, то мне об этом просигнализирует мое устройство, и дальше я из cold storage этот ключ достану. Но тут уже немножко моей фантазии. Может быть, можно использовать какую-то более безопасную схему. Как-то так. Про cold storage говорили только в контексте именно вот этих ключей, которые для остановки чита. Ну, честно говоря, я уже не помню. Там была такая схема довольно ветвистая. Какие ключи откуда получаются, для чего служат. И дальше на слайде там вот ключики были закрашены голубым цветом, если их можно положить в cold storage. Но я просто адресую это к стриму, и там можно на слайде все изучить. Пересказывать слайд словами – это довольно сложно. Но еще что я хочу сказать про этот доклад, что там еще обсуждались темы поддержки hardware-кошельков. Тоже в Lightning это все не так просто. И не так, как бы, это не получается само собой, это не получается автоматически, а нужно действительно над этим работать. И сейчас, к сожалению, ни одна из имплементаций не поддерживает hardware-кошельки, но ведется работа на этом направлении. Есть некоторый протокол на общее общение с hardware-кошельками, который позволит это более легко реализовать. И, в общем, работа ведется. Тут тоже смотрите слайды. Еще да, здесь же такая, ну, не проблема, но такой некоторый челлендж, который относится не только к хранению ключей, а вообще к всему Lightning инжинирингу, скажем так, что Lightning зависит от некоторой full-ноды, которая должна быть, должна присутствовать в каком-то виде. То есть, либо это должен быть Bitcoin Core, полный клиент с полным блокчейном, либо ты используешь удаленную ноду, например, Electrum сервер, который будет тебе рассказывать о том, какие транзакции произошли. Но и тут тоже можно думать о том, какие гарантии безопасности есть, какие гарантии приватности, как выбирать этот сервер. И вот люди, с которыми я общался, просто в кулуарах, скажем так, ну, там у кого-то дома стоит полный нод, и подключается там с телефона, человек подключается, например, целенаправленно к своему ноду, которая дома стоит. Кто-то подключается к дефолтному серверу, который поддерживается автором кошелька, что предположительно плохо для privacy, возможно, хотя тут тоже компромиссы. Вот. Слушай, ну, поднимать у себя дома фулл ноду явно не выглядит масс-маркет решением. То есть это можно предлагать энтузиастам, но странно это предлагать пользователям. Да, я с одной стороны с тобой согласен, с другой стороны, есть несколько компаний, которые выпускают фулл ноды. Ну, конечно, тоже рассчитаны на энтузиастов, вообще на людей, которые готовы за это заплатить. Но идея в том, что ты покупаешь такую коробочку, и там уже есть биткоин нода, латник нода, чуть ли даже не синхронизированный блокчейн, и ты это втыкаешь в розетку и подключаешь к интернету, и эта штука, она работает. И дальше ты можешь ее использовать для... Ну, сюрприз-сюрприз, для того, чтобы делать через нее платежи, и это будет более trustless. Например, одна из компаний, которые разрабатывают такие штуки, называется Noodle, и по ходу ивента был конкурс, можно было пройти по определенному сайту, там будет QR-код, нужно заплатить латник инвойс на какую-то символическую сумму, и таким образом ты вступаешь... Начинаешь участвовать в лотерее, потом выбирается как-то рандомно победитель, и в конце был объявлен победитель, который получил, собственно, этот Noodle и сможет у себя дома поставить латник в Noodle. Вот тоже про это есть видос, посмотрите на нашем YouTube-канале. А был ли какой-нибудь технический хардкор? Технический хардкор? Ну, да, я думаю, что был, но именно потому, что он был хардкор, его довольно сложно пересказывать, потому что я и сам, как бы, тут далеко не специалист. Ну, например, был доклад человека из команды, которая разрабатывает C-Lightning. А, Blockstream, конечно, забыл компанию. Blockstream разрабатывает C-Lightning, Lightning Lab разрабатывает LND, Resync разрабатывает Eclare для информации. Вот, значит, был доклад про C-Lightning и про плагины в нем. Ну, там я и начало пропустил, но это была какая-то... Ну, не то, что жесть, просто очень рассчитана на людей, которые глубоко погружены прямо в код и представляют прямо вот как код устроен, как что-то встраивать. Если вы из таких людей или хотите стать таким, то смотрите этот доклад. А что еще было из жести? Несколько докладов я просто пропустил. Вот, так что, возможно, жесть была именно там, в конце первого дня. Хотя чего-то я смотрю и думаю, что расписание на сайте, возможно, немного не соответствует реальности. Мне кажется, там не все пришли, из тех, кто там анонсирован. Был человек, например, как раз из Lightning Labs, который рассказывал про построение мобильных Lightning Network Applications с помощью L&D и Neutrino. Вот, тоже там был прям такой лайф-кодинг. Я немножко отвалился в этом месте. Да, но идея в том, как нам делать Lightning на мобилках, и тоже есть разные к этому подходы. Сейчас, в общем-то, главный флагман в этом направлении – это Эклер, поскольку они, как CTO этой компании, рассказывал в своем докладе, почему они выбрали Scala как язык для имплементации и JVM, потому что они хотят таргетить, в том числе Android. То есть у них корн, так сказать, ядро, ядро их продукта написано на Scala, и оно компилируется и в JVM для десктопов, и в Android. И это и позволило имплементировать мобильный кошелек, который один из наиболее популярных и многофункциональных, хотя далеко не единственных. Вообще кошельков таких вполне юзабиных есть штуки, наверное, три, а вообще кошельков штук, там, не знаю, 5-7, наверное, лайтнинговых. Но они используют электром сервера, к которым соединяется кошелек, и хотя свой электром сервер можно выбрать, все равно security модель может быть не такая классная. А люди из Lightning Labs разрабатывают протокол нейтрино, в котором я, опять-таки, не разобрался полностью, но общая идея – это сделать более хороший, более privacy-preserving протокол сетевой для легких клиентов. То есть сейчас с легкими клиентами проблема, что если я легкий клиент и я к кому-то подключаюсь и хочу попросить информацию про свои транзакции, то я как-то должен сказать, какие, собственно, транзакции меня интересуют. И если я это скажу прямым текстом, то я, соответственно, этому серверу расскажу, какие адреса являются моими, что довольно плохо. Для этого придумали некоторые умеренные костыльности решения, которые называются Bloom Filters. Потом обнаружилось, что Bloom Filters тоже не панацея, и их довольно легко можно перехватить, проанализировать, и, в общем-то, тоже получить в конечном итоге информацию о том, какие адреса являются твоими. И вот нейтрино – это следующая ступень развития такого рода протоколов, которые предлагают какую-то другую схему, которую я, к сожалению, не могу подробно осветить, но это определенно то, в чем я считаю нужно разобраться, как-то я за этим слежу. Ну вот, собственно, доклад был про это, но тоже там много кода, много жести. Слушай, а вот ты сказал, что кошелек подключается либо к собственной ноде, либо к электрум-серверу, правильно? Ну, смотря про какой кошелек мы говорим. Если мы говорим про мобильный эклер, то он подключается в любом случае к электруму, но это может быть электрум, который поддерживают сами разработчики кошелька, либо это может быть какой-то другой электрум-сервер, либо какой-то известный публичный, либо твой собственный. А почему именно электрум? Потому что электрум – это протокол для... Скажем так, Электрум — это некоторая дополнительная сеть, которая существует в дополнении к биткоину, ну это, скажем так, протокол упрощенной верификации платежей, то есть Электрум сервер — это такой сервер, у которого находится полностью скачанный блокчейн, хорошо там проиндексированный и так далее, и к которому можно обращаться по его собственному Электруму протоколу, требуя от него выборочно ту информацию, которая тебе нужна. Как это соотносится с кошельком Электрум? С кошельком Электрум это соотносится так, что его сделали одни и те же разработчики, собственно, главный из которых присутствовал на конференции тоже, есть с ним интервью на нашем канале и есть его выступление в стриме, но это просто такая связка, была задача у него разработать юзабельный кошелек, ну в первую очередь для десктопа, и он пришел к такой клиент серверной архитектуры, то есть это возможно чуть менее trustless, чем какие-то другие варианты, Но идея в том, что есть в облаке сервер, который тебе готов рассказывать по Электруму протоколу про то, что тебя интересует, у тебя на компьютере легкий клиент обращается к Электрум серверу, и при этом Электрум сервер может быть какой-то дефолтный, публичный, который кто-то поддерживает, и тогда ты в какой-то степени ему доверяешь, ну по крайней мере ты ему доверяешь в смысле availability, что он не упадет. Но если он упадет, то ты можешь переключиться на другой или можешь поднять свой. И сейчас сеть Электрума, ну я давно не проверял, когда-то я осмотрел этот вопрос, но там что-то порядка 100-200 что ли таких серверов развернуто. Вот так. А я правильно понимаю, что эту инфраструктуру Электрум серверов используют не только Lightning кошельки, но и какие-то другие обычные кошельки? Нет, инфраструктуру Электрум серверов используют в первую очередь собственно кошелек Электрум, который главным образом десктопный, он на мобильнике тоже есть. Что в общем-то понятно. Что в общем-то понятно, да. А как это соотносится с Lightning? Lightning протокол, поскольку он базируется на биткоин протоколе, соответственно участникам Lightning протокола нужно знать, что он в самом деле происходит в блокчейне биткоина. То есть какие транзакции подтверждены, например, когда открываешь канал, нужно дождаться там n-ного количества подтверждений, чтобы быть уверенным, что канал действительно открыт. В общем, как Lightning соотносится с Электрум протоколом? Поскольку Lightning узлам нужно получать как-то информацию, что на самом деле происходит в биткоин блокчейне, то они это могут делать разными способами. Дефолтный способ это локально на той же машине держать полную биткоин ноду и Lightning нода к этой биткоин ноде локально обращается и спрашивает, там чего, как канал подтвержден, там еще нет, подтвержден, еще нет, там подтвержден, да, окей. Значит, дальше Lightning протокол делает то, что он делает. Можно, естественно, эту ноду вынести на удаленный сервер, тогда ты будешь обращаться по биткоин RPC к удаленному серверу и то же самое делать. Можно это делать и с помощью Электрума, то есть ты то же самое, ты подключаешься фактически к полной ноде, только посредством Электрум протокола. Я, поскольку глубоко опять-таки не залезал, не очень понимаю, какие здесь плюсы и минусы, но, видимо, Электрум протокол какой-то более для этого именно юзкейса приспособленный и, по крайней мере, есть эта вот развернутая инфраструктура серверов, которые тебе могут отдавать компактно информацию про то, что тебя интересует. То есть это просто способ коммуникации с Layer 1. Окей, принято. Хотел добавить, возвращаясь к вопросу про техническую жесть, был доклад, который был технически, наверное, не очень жесть, но который очень сложно было в среднем слушать. Был представитель компании Ptarmigan, даже не, ну, окей, компания не знаю, на самом деле, называется ли она так, но так называется имплементация, которую, имплементация Lightning, которую пилят японцы. Вот японская компания, они это делают на CSE++, судя по гитхабу. Они, кроме того, что они пилят эту имплементацию, они еще запилили плагин для Wireshark под названием Lightning Dissector, который умеет понимать Lightning протокол. Но я поясню для тех, кто может быть не очень в теме, Wireshark это такая программа, де-факто, в общем, стандарт в этой области, которая позволяет анализировать трафик. То есть если вы CoolHatsker и перехватили какое-то количество трафика, допустим, он не зашифрованный, вы хотите понять, что там, собственно, понять смысл этого трафика. И вы его перехватываете с помощью Wireshark, и дальше у Wireshark есть куча плагинов, где расписаны правила разнообразных протоколов. То есть если вы перехватите там HTTP, то это будет просто какой-то набор бинарных данных, но если вы знаете, или не бинарных, что-то я сам уже не уверен. В общем, если вы знаете, как это распарсить, если вы знаете, что это заголовок, у него там такая-то длина, какие-то поля имеют такое-то значение, то Wireshark вам все это распишет, и вы будете понимать, что окей, значит, вот это там какой-нибудь, не знаю, HTTP код, там, реквест, респонс и так далее, то это можно будет читать глазами и что-то понимать хотя бы. И, естественно, фильтровать, там, делать какие-то хитрые запросы и трафик анализировать. И вот эти ребята написали такой плагин для Lightning, соответственно, когда вы Lightning трафик перехватите, вы сможете понимать, где там на самом деле канал открыт, канал закрыт, транзакция туда-сюда. Я это сам не пробовал, но сам факт того, что это есть хотя бы в каком-то виде уже круто. Но несмотря на то, что это круто, сам доклад был не очень крутой, потому что человек читал по бумажке с очень сильным японским акцентом, и я реально потерялся, при том, что контент был, видимо, интересный, но следовать было довольно сложно. Хотя, да, классно, что они вообще разрабатывают эту имплементацию, я даже не был особо в курсе, что есть помимо трех имплементаций, которые у всех на слуху, Selightning, L&D и Eclare, есть вот еще, оказывается, Ptarmigan. Подожди, я немного запутался, так, Ptarmigan — это плагин к White Shark? Не-не-не, Ptarmigan — это имплементация, которую делают те же люди, которые еще и сделали плагин к White Shark. А, окей, а рассказывали они про первое или про второе? Ну, главным образом про имплементацию, но также они упомянули плагин. И я такой, вау, оказывается, плагин — это тоже их работа, прикольно. Слушай, а вот если у нас есть клиент, то зачем нам может понадобиться плагин на White Shark, чтобы парсить этот трафик? То есть его же и клиент должен понимать просто. Ну, как сказать, если у тебя есть браузер, то зачем тебе парсер для HTTP? Ну, то есть клиент, он его распасит где-то внутри у себя, а дальше он тебе его покажет в интерфейсе так, как имеет смысл с точки зрения пользователя протокола. А White Shark его покажет в том смысле, в котором это может быть полезно хакеру, который пытается или найти какой-нибудь, ну, хакер, опять-таки говорю, в хорошем смысле. Не обязательно это человек, который делает что-то нелегально, просто человек, который хочет разобраться, как что-то работает и найти какие-то аномалии. Если ты, допустим, не знаю, представим себе прекрасный латник будущего, когда все платежи через него идут и так далее, какая-нибудь коммуникация, какой-нибудь IoT, который не блокчейн, бай-дэ в какой-нибудь огромной корпорации, значит, там IoT, девайсы, что-нибудь друг к другу, пересылают платежи, бла-бла-бла. И дальше сидит какой-нибудь обмин, главный по безопасности, и сканит гигабайты, терабайты трафика, парсит его с помощью White Shark, и хитрыми фильтрами ищет там аномалии, чтобы ловить каких-то злых хакеров, которые к ним внедряются в систему. Ну, какой-нибудь такой юзкейс. Я себе представляю, не знаю, может быть, другие люди по-другому это представляют. Окей, понятно. Что еще было на конфе хорошего? Мы с тобой, получается, по всем докладам уже прошлись. Да нет, ну, как бы я смотрю на список этих докладов и выборочно что-то рассказываю про то, про что я что-то относительно неплохо помню. Так, что бы еще такого интересного рассказать? Ну, наверное, какие-то немножко общие слова тут можно сказать. А, ну, окей, давай, значит, я немножко расскажу про какие-то, какое-то неформальное общение и про юзкейсы лайтинга, которые реально были испытаны просто на своей шкуре. Короче говоря, в холле начнем с того, что билеты продавались за лайтинг. Не исключительно, но если ты платил лайтингом, ты получал огромную скидку. Я платил лайтингом, и билет стоил символически 5 евро, что, очевидно, никак ничего не окупает, а просто некоторая такая плюшка и некоторый инсентив людям реально платить лайтингом. Если платить, он чейн биткоином, по-моему, он стоил 50, а если платить, я даже не уверен, что они принимали карты, по-моему, принимали, но тогда он стоил, ну, то есть еще в несколько раз дороже, что там типа стоили 200 евро. Вот, и судя по статистике, которую организаторы опубликовали в своем твиттере, я сейчас твиттер открыл и просто вам зачитаю, мне кажется, это очень интересно, они продали 163 билета, из них 137 и плачены через лайтинг. Также в холле можно было купить за лайтинг кофе и пиво, причем тоже по совершенно символическим ценам это стоило 10 тысяч сатоши, то есть меньше доллара, ну, по курсу 8600, который тогда был актуален, естественно, это 86 американских центов, это я за кофе платил. Пиво, по-моему, немного дороже, но все равно это какие-то десятки тысяч сатоши, 20 тысяч сатоши. И, да, кофе, это были живые люди, которые приехали с кофе-машиной в такой кофе-стенд, с кофе-машиной у них был планшет, где работал BTC Pay сервер, и они генерировали инвойсы, то есть там была такая менюшечка, на планшете ты подходишь, нажимаешь кнопку, хотя все виды кофе стоили одинаково, нажимаешь кнопку, тебе генерируется инвойс, ты его сканируешь телефоном, ждешь, пока он оплатится, тебе готовят кофе, и все рады. Вот, еще было любопытно сравнивать, как долго у кого происходит, собственно, платеж, и тоже интересная деталь, я думал, что, ну, во-первых, далеко не во всех случаях лайтинг-платежи действительно не лайтинг-фест, то есть я, когда платил за кофе, несколько раз я купал кофе, то от момента, когда я нажимал кнопку заплатить, до момента, когда я видел большую зеленую галочку, что все оплачено, проходило порядка секунд, ну, 15-20 иногда, то есть иногда это проходило за 3 секунды, а иногда это проходило за 20 секунд. И я думал, что это какие-то проблемы с раутингом, то есть вот эта проблема, что сложно находить маршрут, и что должен быть полный граф на устройстве, может быть, я про это еще немного потом расскажу, но на самом деле, как потом пояснил тот же самый Мэтт Коралла, на самом деле проблема не в этом, а проблема в том, что каналы фейлятся на самом деле, а просто кишлек мне это не показывает, то есть найти маршрут относительно просто и быстро, по крайней мере, на тех масштабах сети, в которых она сейчас существует. Но проблема в том, что вот, окей, мы нашли маршрут оптимальный по комиссии, с минимальной комиссией, мы начинаем по нему платить, а дальше выясняется, что какой-то из промежуточных узлов, он, оказывается, ушел в оффлайн, и нам об этом не сказал, а он не обязан никому говорить, просто он не отзывается на протокол, и все. И нам приходится весь маршрут, скажем так, дискард, похерить и пробовать новый маршрут. Окей, мы быстро нашли новый маршрут, пробуем еще, а там у нас где-то капасты не хватило. Хотя для таких сумм, конечно, скорее всего, капасты хватит, емкости каналов. Вот, то есть на самом деле, in the background кошелек делает несколько попыток, и только одна из них будет удачной. Иногда он, может быть, не знаю, с первой попытки получается платить, а иногда, ну, грубо говоря, с десятой. Я не знаю, на самом деле, сколько там попыток было in the background. Ну, в общем, такие интересные факты. Кофе, кстати, был вкусный, прям приятно удивило. Не то, что люди ответственные за кофе, пользуясь тем, что всем хочется попробовать Lightning в деле, а нас споили каким-то говном. Очень даже нет. Очень был классный кофе. И по статистике организаторов продали 355 порций кофе за Lightning, а также продали 199 порций пива. А с пивом было еще интереснее, поскольку машина, которая наливала пиво, была автоматической. То есть это был такой, ну, кран, к которому был прикручен телефон, который, или планшет, в общем, какой-то экранчик, который принимал Lightning платежи. И ты платишь invoice, и тебе начинает наливаться пиво. Вот такие классные применения. То есть это действительно, действительно работает. То есть никакой это не Vaporware, действительно, значит, я... Trust me, I'm an engineer. Trust me, я попробовал Lightning, и он действительно работает. Хотя, конечно, experience, ну, как скажем, не идеальный, в том смысле, что, конечно, это совершенно другое. Отчасти это похоже на такие ранние дни биткоина, ну, или не очень ранние, но вот в году 2014, когда была такая мода, может быть, в 2015, какие-то самые прогрессивные магазины начинали принимать прямо вот ончейн транзакции за биткоин. Да, и когда вот мы с командой BitNovest ездили по Европе, снимали там фильм в 2016 году, тоже у нас же была идея расплачиваться везде биткоинами, и места, как знаменитый бар Room 77 в Берлине, который первое место в физическом ритейле, который стал принимать биткоины. Там все принимали ончейн, и, конечно, в таких юзкейсах никто не ждал подтверждения в блоке, а все просто думали, что, ну, то есть продавец считал, что если он увидел со своего девайса транзакцию с Broadcasted в сети, то он уже тебе кофе наливал, или пиво, или чего угодно, или бургер, думая, что, наверное, ты даблспендить не будешь, хотя технически ты, наверное, мог это сделать. В Lightning experience, он, с одной стороны, похожий, в том смысле, что ты платишь, и тебе сразу наливают, но ты понимаешь, что если ты видишь зеленую галочку, то это уже железная транзакция подтвержденная. То есть если она прошла, то она уже прошла. И дальше, если продавец хочет свой баланс заверить ончейн, то он это Broadcasted onchain, и у него действительно будет такое количество биткоинов. То есть это некоторое финалити, здесь у нас гарантировано. И это, конечно, классно. Но с другой стороны, если абстрагироваться от деталей имплементации, если немножко забыть про то, что я как энтузиаст этого дела и понимаю немного, как оно устроено внутри, мне классно, что оно хотя бы хоть как-то работает. Если я пытаюсь представить себя на месте обычного юзера, который в эти детали не хочет углубляться, все-таки с его точки зрения пока экспириенс не затягивает. И несмотря на то, что в кошельках действительно такой, ну в мобильных, по крайней мере, вот Эклер, которым я пользовался, я раньше еще экспериментировал с другим кошельком под названием Lightning Wallet. По-моему, так он называет Lightning Bitcoin Wallet. Интерфейс, окей, как бы кнопочки красивые, все работает, но время прохождения платежа немного непредсказуемое, что-то там уже зафейлиться. И вообще сама ментальная модель, что у тебя есть как бы два баланса, что у тебя есть on-chain balance, и у тебя есть channel balance, вопросы capacity, есть ли у тебя достаточно ликвидности, чтобы отправлять, чтобы принимать. Все это вещи, мне кажется, здесь все более-менее Lightning люди сходятся во мнении, что если мы хотим эту технологию принести на массовый рынок, то нам эти детали нужно сурово абстрагировать. То есть, во-первых, нужно добиться того, чтобы это все надежно работало, а потом нужно это скрыть вообще от пользователя. То есть объяснять пользователю, что такое открыть канал, что такое емкость канала, что такое там incoming liquidity, outgoing liquidity. Если пользователю придется об этом думать, то мы, к сожалению, много пользователей не наберем. Так что это определенно такой интересный и важный челлендж и для дизайнеров протокола, и для имплиментеров, для разработчиков, и для дизайнеров интерфейсов, как вот эту сложную сущность завернуть в красивую обертку, так чтобы это было юзабельно на широком рынке. Вот такие вот мысли у меня есть. Это же примерно то, о чем мы говорили с Александром Селезневым по итогам ETH Denver. Идея крипта under the hood спрятать просто всю крипту полностью под капот, чтобы у человека было просто приложение с деньгами без каких-то технических подробностей там в виде адресов, подписей или там раутинга и так далее. Да, безусловно. То есть здесь возникает, конечно, такая сложная, ну не дилемма, а вот вещь, о которой я тоже много думаю, что если у нас централизованное решение, если у нас просто банк, просто централизованный провайдер, то он всегда будет на шаг впереди в терминах интерфейса. Поскольку он все контролирует, он может там все, что угодно юзеру показать, то он практически по определению будет немного впереди по удобству и скорости и так далее. Наверное, а может быть и нет. Но вопрос в том, вот вопрос, на котором я думаю, что мы как децентрализованное сообщество, как децентрализованные технологии можем этому пользователю предложить так, чтобы какие-то недостатки в смысле интерфейса были бы компенсированы чем-то более важным, что мы ему предлагаем. То есть тут хочется сказать, что более важная вещь это децентрализация и независимость от банков и бла-бла-бла. Но каком количестве людей это важно или каких именно юзкейсов это важно, вот это вопрос, на который нужно будет искать ответ в ближайшем будущем. Я здесь с тобой не соглашусь. Мне кажется, недостатки в UX нельзя компенсировать чем-то другим, нужно просто делать крутой UX. И если мы говорим про конкуренцию с банковскими приложениями, то это на самом деле не так сложно, потому что банковские приложения по большей части очень плохо работают и очень плохо сделаны, за редким исключением. Ну слушай, я скорее в виду, имею в виду даже не банковские приложения как таковые, а приложения типа революта, приложения типа... Ну вот в Германии есть такие модные банки, как N26, например, тоже себя позиционирует как исключительно онлайн-банк, который там объединяет какие-то аккаунты, я сам не пользовался, поэтому немножко пересказываю какие-то впечатления. Но идея в финтех-стартап-мире, таком более традиционном, не криптовом, что мы возьмем традиционные банки, традиционные payments, мы завернем их в красивый интерфейс, и мы как раз эти все детали абстрагируем от пользователя, и таким образом получим пользователей и придем к успеху. Ну это идея, на которой, мне кажется, много людей работают. Но тот же самый Revolute прямо в своем кошельке предлагает купить крипту, то есть... Я очень сомневаюсь, что он действительно хранит локальные ключи, скорее всего, ты покупаешь просто обещание, что у тебя как бы есть крипта, а они на самом деле там in the background могут ее иметь, а могут не иметь. Да, я говорю о том, что те же ребята, которые делают этот крутой UX, они в сторону крипты тоже смотрят, так что это не прямая конкуренция Lightning сообщества с этими финтех-стартапами, а это скорее какое-то взаимодействие будет, как мне кажется. Ну да, было бы интересно... Эти два мира, было бы интересно посмотреть, как они пересекутся, где они встретятся, и было бы, конечно, здорово в итоге, чтобы какое-то решение, которое возникнет, чтобы оно взяло лучшее из обоих миров, то есть децентрализацию и трасслеснесс из криптомира, плюс классные интерфейсы из традиционного мира, если все это совместится в какое-то комбинированное решение, но это будет, я думаю, иметь успех. Технологию с криптомира и базу пользователей из традиционного. Ну, в идеале, да, конечно. Сергей, расскажи про сам процесс покупки билета, как это выглядело, что ты должен был установить, где ты взял, как ты открыл платежный канал и так далее. Да, история была такая, что какое-то количество биткоинов у меня было он-чейн, и для того, чтобы заплатить с помощью лайкинга, нужно было сделать следующее, то есть я поставил, во-первых, кошелек, я решил попробовать другой кошелек, я еще за несколько месяцев до этого экспериментировал, пробовал кошелек, который называется Lightning Bitcoin Wallet, и оттуда я отправлял несколько донатов, несколько типов. Вот было, может быть, те, кто в этом комьюнити крутится, помнят, может быть, пару месяцев назад, была модная такая штука tipping.me. Ну, сейчас, собственно, этот сайт работает, это кастодиальное решение для типинга, можно себе поставить плагин для хрома, и он будет под каждым твитом в твиттере, где вот там кнопочки like, retweet, кнопочка с молнией донетить через Lightning, и ты донетишь через Lightning, это все уходит централизованному процессору, собственно, этой компании, этому проекту tipping.me, а потом принимающая сторона, когда накопится какая-то сумма, она может их в Lightning опять-таки себе забрать. Это вот то, что я пробовал до этого. Я решил попробовать в этот раз новый кошелек, и я поставил эклер. Дальше я какое-то количество, да, ну вот очень такая контринтуитивная штука, которая понятна тем, кто занимается протоколом, но совершенно, мне кажется, для юзеров просто немножко будет сносить мозг, что для того, чтобы начать пользоваться Lightning, я должен открыть канал, то есть я должен создать биткоин-транзакцию. То есть мало того, что мне вот у меня есть какой-то там некий третий кошелек. Я хочу с помощью эклер мобильного кошелька купить билет. Для этого мне нужно сделать даже не одну, а две ончейн-транзакции. То есть во-первых, я отправляю биткоины на ончейн-балансы клея кошелька, жду подтверждений, хотя бы одного, я не помню, там есть ли какой-то там лимит. Потом я открываю канал, и это еще одна ончейн-транзакция, и там я должен ждать трех подтверждений. То есть я это сделал и стал ждать. Вот как жду, на такой сижу и жду. Полчаса прошло, и собственно, да, канал только считается открытым после трех подтверждений, и я даже слышал мнение, опять-таки, кого-то из разработчиков на ивенте, что три подтверждения это даже мало с точки зрения безопасности, и хорошо бы требовать больше подтверждений. Я думаю, блин, с точки зрения юзер-экспириенс это вообще что-то не здорово. С другой стороны, канал все-таки открывается один раз, и если считать, что я вот этой транзакцией за онбордился на лайтинг, все последующие мои платежи, вот там несколько чашек кофе и несколько кружек пива, которые я купил, мне уже, естественно, не требовалось ничего ждать, все проходило уже внутри лайтинга, то есть это такая некоторая первоначальная цена, которую надо заплатить. Но когда уже канал открытый подтвержден, тогда все происходит очень интуитивно. Заходишь на сайт, нажимаешь купить билет, тебе показывают invoice в виде QR-кода, ты его сканируешь, также invoice может быть представлен в виде длинной строки просто из символов шестнадцатеричных, можно скопировать их через просто бусфер обмена, то есть как текст можно тоже скопировать. Платишь туда, несколько секунд он думает, потом видишь зеленую галочку и, собственно, все. Что я еще хочу сказать, что, да, я вот говорю открыть канал, открыть канал, а, собственно, с кем открывать канал? Это хороший очень вопрос. И здесь, мне кажется, проявляется, я вот на себе почувствовал эту, скажем так, силу централизации, которую мы, если мы хотим топить за децентрализацию, но как-то с ней бороться, ну или, по крайней мере, нужно понимать, что она есть или как-то ее принять в каком-то виде, что я совершенно не хотел думать, с кем мне нужно соединяться. Я решил, ну я соединюсь просто с кошельком, который поддерживает тот же Эклер, поскольку эта команда поддерживает очень большой нод в Lightning. У них много открытых каналов, у них хорошая connectivity, liquidity и так далее. То есть я прямо вот почувствовал на себе, как у меня incentives, как мои мотивации склоняются в ту сторону, что reach, get richer, скажем так, то есть ноды, у которых уже много каналов и уже много денег, они с большей вероятностью получат еще и мои деньги и мои каналы, потому что чем лучше они соединены, тем быстрее будут мои платежи проходить. То есть, ну ты понимаешь, да, о чем я? То есть сила централизации, она здесь работает. И надо как-то что-то, ну не то, что ты что-то с этим делаешь, но нужно понимать, что вот такие, такие мотивации есть. Так, а на каком моменте твоего процесса работы с кошельком мы остановились? А все, собственно, я закончил, то есть положил биткоин в Эклер, открыл канал с Эклер, нодой, а мог бы с какой-нибудь другой нодой, и отправил платеж. Вот. Мне пришел после этого на почту код, который я показал на входе. Вот такая сценка. самое долгое, что здесь было, это ждать подтверждений, пока ончейн, транзакция, прилетает сначала в ончейн Эклер кошелек, а потом залезает в платежный канал. Да, да, именно так. Если бы до этого у меня уже был установленный Lightning кошелек с балансом, то платеж занял бы в пределах минуты и был бы гораздо легче. Окей, но звучит неплохо. Напомни, о чем мы хотели с тобой еще поговорить? Я еще хотел рассказать по итогам финального доклада, который завершил конференцию, некоторые, мне кажется, интересные наблюдения, которыми с нами поделился Джеку Музуку, на кой известный биткоин-деятель и твиттер-биткоин-максималист, которую я, впрочем, в твиттере не читаю. Мне кажется, вот в этой среде биткоин-максималистов как-то, не знаю, мне кажется, они немножко нагнетают драмы слишком сильно. Они такие вот очень яркие, скажем так. Я люблю, когда немного поспокойнее идет дискуссия, но у них такая там своя тусовка, ну и они определенно умные, классные ребята и двигают большое дело. Ну вот, что Джакома нам рассказал, у него еще был такой широкого довольно, скажем так, направления, профиля, доклад, вообще про эволюцию протоколов и про то, чем протоколы на разных уровнях отличаются друг от друга. Нам вот такая, собственно, два слайда, которые я хочу описать и о которых хочу рассказать. Первый слайд, это такой график по двум осям. Нет, тупо пересказывать график, я попытаюсь идею пересказать, которая за этим стоит. То есть идея заключается в следующем, что у нас есть стэк протоколов из множества слоев, на котором работает просто интернет. И внизу там протокол IP, ну, конечно, в самом-самом низу там протоколы, которые отвечают прямо за физическое кодирование сигнала, за там Wi-Fi, Ethernet и так далее. Потом на нем построен IP, потом там дальше идет TCP или UDP, потом там идет HTTP или FTP или SMTP, траля-ля-ля-ля. И на базе этих протоколов уже построены в Facebook, Twitter, Google и Reddit, а уже на базе этого внутри экосистемы Facebook и, например, существуют разные игры типа Candy Crush и всякие фармы, фермы и так далее. То есть это вот множество таких протоколов. и наблюдение состоит в том, что чем ниже слой, чем ближе мы к базовым слоям, тем более нам важна стандартизация, тем больше нам важна стабильность, нам важно сойтись к какому-то единому стандарту, который не будет быстро меняться и мы будем все согласны, что вот интернет это интернет протокол IP и мы все понимаем, что это такое и с этим твердым пониманием мы можем строить свои сервисы on top of that. А чем выше мы двигаемся по этому стеку, тем больше мы приходим в ту область, где важна эволюция этих приложений развития, конкуренция между приложениями, между Facebook, Twitter, ВКонтакте, чем угодно. Вот, все это немножко разные модели и биткоин, если проводить аналогию, биткоин, это некоторый базовый протокол, который докладчик сравнивает с протоколом IP, то есть биткоин, это некоторые вот BP, биткоин протокол, база для нашего будущего интернета денег. И следующий шажок вверх, это как раз Lightning, то, что докладчик обозначил на слайде как LNP, то есть по аналогии с TCP IP у нас будет LNP BP, такой вот начинающийся стэк интернета денег. И Lightning уже, тот спектр, который я описал выше, от стабильности и стандартизации к, наоборот, разнообразию и конкуренции, Lightning делает шаг вот в эту сторону, то есть Lightning это тоже сам по себе стандарт, и важно следовать стандарту. Но стандарту уже следовать необязательно, то есть в принципе никто нам не мешает между собой открыть какой-нибудь нестандартный Lightning канал. Вдруг нам зачем-то захочется это сделать. Мы можем в принципе между собой обмениваться этими подписанными биткоин транзакциями, как нам заблагорассудиться. Там полностью соответствую Lightning, не полностью соответствую каким-то своим протоколам. Здесь уже вот видно это проявляющаяся конкуренция, мы можем придумать какой-то другой протокол вместо Lightning, как там есть TCP, UDP, еще какие-то протоколы. Вот. То есть это наблюдение номер один. Наблюдение номер два, ну или точнее слайд номер два, про который может быть можно тоже было бы немного поговорить. Это про то, как меняются констрейнты и как меняются ограничения, которые в протоколах у нас есть. Уже переходя от глобального разговора о протоколах к конкретно биткоину и Lightning, скажем так, три вещи, которые изменяются при переходе от модели безопасности биткоина к модели безопасности Lightning. Что, во-первых, в биткоине у нас были блок-спейс priority constraints, то есть у нас была проблема места в блоке и до сих пор оно в каком-то смысле есть, то есть место в блоке оно является ограниченным ресурсом и для того, чтобы за этот ограниченный ресурс бороться и как-то его распределять по всем заветам капитализма мы используем рыночек и рыночек комиссии у нас решает, кто на самом деле попадет в блок. Хотя тоже этот рынок не идеальный, потому что это не аукцион с открытыми ставками фактически. Но как бы то ни было, в какой-то степени мы эту проблему решаем, но все равно всех желающих мы не запихнем в блоки. Чтобы эту проблему решить, собственно, был придуман Lightning и он эту проблему снимает, потому что все транзакции снимает до какой-то степени, поскольку транзакции идут off-chain, но он добавляет проблем с ликвидностью. То есть та проблема, которая вообще как класс и она отсутствовала в биткоине, она теперь появляется в Lightning. То есть теперь мы должны думать про каналы, про то, как финансировать каналы, про то, что у меня есть ограничения на то, сколько я могу принимать денег, что для биткоина совсем дико звучит. То есть как-то у меня есть адрес, сколько мне отправится, столько я и принимаю, никаких нет ограничений. В Lightning есть ограничения. Надо про это думать. Другая модель. Еще одна пара вещей, которые изменяются, это в биткоине у нас были беспокойства на тему on-chain privacy, то есть анализы блокчейна. Всякие фирмы типа Chainalysis прослеживают эвристики, какие адреса к нему принадлежат. И тоже один из людей, с которыми я поговорил и записал интервью, смотрите на нашем канале, Макс Хелебрандт рассказал много интересного про privacy и про развитие, будущее развитие privacy именно на первом слое, как то подписи шнора очень много добавят, очень много изменят в лучшую сторону. В Lightning, опять-таки, поскольку все каналы приватные и самокоммуникация внутри каналов закрыта от посторонних глаз и ушей, то эта проблема снимается. Но появляется другая проблема, что у нас появляется сетевая, проблема сетевой приватности, когда ты открываешь канал, если ты хочешь, чтобы через тебя шли платежи, ты должен его анонсировать всему миру. И, соответственно, в этом анонсе ты говоришь, что мой биткоин-адрес вот этот связан своим IP-адресом вот тем, что вообще довольно страшно звучит. Конечно, это можно делать через Тор, но насколько это вообще хорошая идея, тоже в целом непонятно. По крайней мере, это точно сложнее с точки зрения user experience. Делать это через Тор. То есть, тоже одна категория проблем как бы снимается, решается, но появляется другая вместо нее. Ну и третья пара таких проблем это то, что в биткоине у нас есть initial sync friction, то есть проблема изначальной синхронизации блокчейна. Если мы хотим нового пользователя за онбордить, не боимся этого слова, и мы хотим, чтобы он пользовался биткоином как настоящий криптоанархист, то есть с помощью своей собственной полной ноды, а не делегировал валидацию кому-то другому, то ему нужно скачать 200 гигабайт, и это долго, и все провалидировать. В Lightning не нужно ничего провалидировать, и подключение казалось бы быстрое, но добавляется ограничение такое, что протокол является интерактивным, и для того, чтобы им пользоваться, и для того, чтобы быть в безопасности, нужно постоянно находиться онлайн, или по крайней мере находиться онлайн, не выпадать в офлайн на срок больший, чем тайм-аут канала, и это тоже некоторый трейд-офф, который нужно иметь в виду, то есть общая мораль, которую я извлек из этого рассуждения, что меня захватывает как ресерчика, и мне кажется, здесь очень много можно интересных вещей, ну то есть пространство для исследования очень богатое, другая модель безопасности, и другого типа ограничения в Lightning, нежели чем в биткоине, и какие здесь трейд-офф, и какие здесь плюсы-минусы с точки зрения пользователя, с точки зрения безопасности, приватности, это еще во многом не исследованная территория, которую было бы очень интересно исследовать, вот такие какие-то мои мысли. Знаешь, Иван, что мы забыли сделать, мне кажется, нужно? Что? Ответить на вопросы слушателей. Да-да-да, точно. Да, спасибо слушателям за вопросы, несколько вопросов нам прислали, и мы, наверное, ну не знаю, не то, что я обещаю, что мы будем делать каждый раз, наверное, постараемся. Будем анонсировать запись очередного выпуска в нашем чате, BBChat, и там вы можете свои вопросы оставлять. Конечно, мы не обещаем, что мы прямо на все-все-все ответим, но на многие постараемся ответить. Ну что, мы первые вопросы осветим по-быстрому. Давай по порядку. Вопрос от пользователя RandomPerson. По результатам ты веришь, что когда-нибудь биток станет кэшем? Или его ждут участь золота, которым перестали расплачиваться, а напечатали банкнот? Ну, как сказать? Ну, в слове участь оно имеет такую коннотацию, как будто золото такое несчастное, сидит бедненькое и пребывает в грусти и печали. На самом деле золото, оно по-прежнему сохраняет свою ценность и тот факт, что центральные банки, вообще банки печатают деньги и вообще, что вообще вся экономика движется на ничем, в общем-то, необеспеченных деньгах, это не мешает тому, что золото остается надежным активом для store of value. То есть золото, это как эта картинка про environment, про то, что the planet is fine, it's people who are fucked. Теперь у нас будет explicit rating в iTunes. То есть, что мне кажется, произойдет, биткоин, он будет становиться и оставаться store of value, на его базе будут развиваться более кэшеподобные решения, будь то лайтингли или какие-то другие. Возможно, кто-то будет выпускать под обеспечение биткоина какой-нибудь традиционный банк может в какой-то момент сказать, что у нас есть там в cold storage столько-то биткоинов, а вот мы выпускаем некоторые сертификаты на эти биткоины. Но никто им не мешает такое сделать и, возможно, для каких-то людей это будет полезно почему-то, не знаю. То есть, я так скажу, чтобы какие бы протоколы не строили на базе биткоина, мне кажется, биткоину от этого, ну, наверное, не хуже. То есть, мы увеличиваем потенциальную базу пользователей, но при этом главное сохранять некоторое ключевое value proposition и децентрализацию самого базового слоя, самого биткоина. А дальше его можно превращать в кэш уже на последующих слоях с разной степенью децентрализованности. И в этом, мне кажется, нет большой проблемы. Пусть будет и лайтинг, пусть будет какой-нибудь и custodial, second layer, кто захочет, будет пользоваться им. Ну и, пожалуйста. Я здесь еще обращу внимание на важное различие между золотом и биткоином. Если мы говорим про транзакцию золота, то чем больше золота мы хотим перевести, ну, то есть, физически передать от человека А к человеку Б, тем дороже у нас будет эта транзакция, потому что тем больше нужно будет денег тратить на перевозку и на охрану и так далее. В случае биткоина, если мы хотим сделать очень большую транзакцию, это нам может обойтись, но в случае большой нагрузки идти в абсолютных цифрах в будущем достаточно дорого, но в насильных цифрах это все равно будет очень мало, потому что комиссия у нас высчитывается в абсолютных цифрах и она более-менее одинаковая для маленькой транзакции и для большой. Поэтому переводить большие объемы денег в биткоинах, я полагаю, всегда будет выгодно. Поэтому он может, он не будет medium of consumer exchange, но он вполне будет medium of такого крупного exchange. Да, и это еще одна ось, по которой при переходе от биткоина к лайтнингу меняется модель безопасности и меняется экономическая модель в данном случае, что, как ты правильно сказал, в биткоине комиссия исчисляется из количества байт из места в блоке, а в лайтнинге комиссия исчисляется из экономической суммы транзакций. То есть это меняет полностью рынок и рынок лайтнинговых комиссий совершенно не так устроен, как рынок биткоиновых комиссий. Тоже очень интересный вопрос это исследовать. Окей, тогда давай ответим на вопросы от пользователя Герш. Вопрос номер один. Сколько сейчас операций по открытию и закрытию лайтнинг каналов может поместиться в один блок и какой путь к тому, чтобы это число было равно сотням тысяч миллионам? Ну, я, честно говоря, так сходу не могу провести арифметику, но в принципе операции по открытию и закрытию каналов это обычные, ну, операции по открытию каналов это транзакция, которая тратит какой-то UTXO, любой мой UTXO и создает UTXO, который является мультисигом. Ну, можно посчитать, сколько это в байтах занимает, но это там в принципе стандартная транзакция, то есть в блок может поместиться там, не знаю, две с половиной тысячи транзакций, то есть вот такого порядка количества каналов можно открывать, может быть чуть меньше, поскольку это мультисиг, там более сложный скрипт, чем в самой простой транзакции. А как сделать, чтобы это число было равно сотням тысяч миллионам? Ну, тут как бы люди думают, но опять-таки это находится на довольно ранней стадии исследования. Есть такие наивные калькуляции, что окей, мы берем 7 миллиардов человек, если каждому нужно открыть канал, то это будет соответствовать полной загрузке биткоин-сети на много-много там лет вперед, поэтому лайтник это не вайбл. Но с одной стороны, как бы да, с другой стороны можно придумать какие-то более хитрые вещи. Можно придумывать способы, например, если я хочу закрыть канал, как бы мне его так закрыть, чтобы одновременно открыть следующий канал, например. То есть у меня, допустим, кончилась ликвидность, я хочу там что-то там вывести из канала на ончейн, но при этом я хочу оставаться в лайтинге. То есть можно как-то вот комбинировать открытие-закрытие. Можно, ну, есть некоторое ключевое слово channel factories, я, честно говоря, не знаю, как это работает, но идея стоит в том, чтобы открывать как-то много каналов одной транзакции, но здесь я уже плыву и советую просто погуглить по ключевому слову, почитать на эту тему пейпер. Вот. Есть еще предложение про паузел под названием L2, не буква L и цифра 2, а E-L-T-U-U, то есть E-L-T-O-O. Если в биткоине будет внедрен некоторый новый флаг подписи, тогда можно будет сделать немного другую схему second layer, которая будет определенной преимуществом по сравнению с лайкингом. Про это написали люди из компании Blockstream статью где-то уже год назад. Я в своем блоге делаю ее обзор, его пересказ, но это зависит от разработчиков Bitcoin Core, но в принципе нету таких уж больших препятствий чтобы эту штуку внедрить по моду для того, что нужно все очень внимательно нам потестить, чтобы все было безопасно и так далее. Это тоже может быть какой-нибудь improvement. Ну то есть люди работают, но миллионы открытых каналов в одном блоке, но это все-таки как мне кажется несколько отдаленное будущее, может быть за следующим поворотом. И второй вопрос от пользователя GERJ. Можно ли представить такую архитектуру, что простые люди не будут владеть биткоином и отдельными адресами, а весь их цикл оплаты обмена будет проходить в lightning каналах? Ну с архитектурой тут простые люди не будут владеть биткоином. Ну тут это немножко внутренне противоречивый вопрос, потому что что такое собственно проходить в lightning каналах? Когда платежи проходят в lightning каналах, это означает, что пользователь владеет этими биткоинами. То есть для того, чтобы пользоваться lightning, я должен вначале ончейн биткоины положить в канал. То есть я ими владею. Lightning это всего-то протокол обмена валидными биткоин транзакциями. То есть если прочитать этот вопрос немного по-другому, может быть просто не совсем он точно сформулирован. Если его проинтерпретировать так, что будут ли люди не владеть биткоинами ончейн, а все их биткоины будут в lightning каналах, то такой сценарий развития событий в принципе можно представить. То есть все равно в какой-то момент нужно будет пройти через ончейн, нужно будет, например, если я хочу открыть канал, действительно нужно будет купить как-то биткоины и с помощью ончейн транзакции положить их в канал. Но вполне можно себе представить такой сценарий, когда поскольку lightning окажется по всем параметрам проще, удобнее, безопаснее и так далее, то условный новый юзер он будет покупать биткоины и сразу их класть в канал. Может быть даже на биржах будет такая опция купить и вывести сразу в канал. То есть несмотря на то, что с точки зрения биткоин протокола ключи действительно мои, я владею этими биткоинами, но я их сразу направил в канал и дальше уже все у меня происходит платинг. Так что в принципе я думаю можно такую архитектуру представить по модулю того, что lightning это те же самые биткоины, просто транзакции пока не положенные на чейн. Ну вот на этом мы наверное будем завершать наш выпуск. Мы как видите немного не уложились в наше расписание, поэтому к сожалению Иван нас уже покинул. Я надеюсь, что вам было интересно и мне уж точно было интересно на этом мероприятии побывать и вам про него рассказать. Я обращаю еще раз ваше внимание, что у нас есть видео, у нас есть на нашем YouTube-канале ссылка будет в описании. Я снял 11 коротких интервью, ну некоторые из них интервью, некоторые из них это такие общие видосики с этого мероприятия, так что смотрите их пожалуйста. Мне кажется, это очень интересно и вообще ладник движуха мне очень нравится. Активные умные люди решают реальную проблему и мне кажется, что да, хотя понятно, что идеальных решений не бывает, всегда есть проблемы, всегда есть какие-то челленджи, интеллектуальных ресурсов, которые люди направляют на решение этих проблем, оно вселяет в меня оптимизм и мне кажется, что при всех безусловно существующих ограничениях это этих многих, но ее перспективы вполне многообещающие и мне кажется, это вполне хороший следующий шаг, чтобы адопшен криптовалют биткоина главным образом продвинуть на некоторый следующий уровень. Конечно, да, тут нужно еще отметить, что, конечно, вся эта тусовка, она очень биткоин-центричная и один человек, которого я брал интервью, он спросил, что за канал, что за подкаст, я говорю, что вот мы рассказываем про разные блокчейн-проекты, он говорит, что не только про биткоин, я говорю, не только им говорить плохо, им плохо, биткоин это самое лучшее, вот, но моя точка зрения, по крайней мере, личное мое такое мнение, что я стараюсь быть более open-minded, и хотя я тоже считаю, что биткоин это самое многообещающее и он отличается принципиально от всего, что есть, но мы, как вы видите из нашего подкаста, мы стараемся следить за всеми, за многими, по крайней мере, интересными проектами в этой сфере и вам про них рассказывать. Так что вот так мы обязательно продолжим тему лайтнинга освещать, тему биткоина освещать и другие вещи тоже мы будем про них вам рассказывать и звать интересных гостей и продолжать освещать блокчейн-мир. На этом мы будем завершать наш выпуск. Это был подкаст «Мазовый блог». Иван Иваницкий с нами был и я, Сергей Тихомиров. Это был выпуск номер 76 и мы говорили про развитие Lightning Network и Lightning Hack Day в Мюнхене, который я посетил 1-2 июня. Можете зайти на сайт этого мероприятия, можете зайти на YouTube посмотреть стримы двух дней, можете зайти на наш YouTube посмотреть мои видеоинтервью и видеорепортажи, а также, конечно, подписывайтесь на нас. У нас есть сайт basicbookradio.com Там можно скачать все выпуски, посмотреть все шоу-ноты. Также мы присутствуем в iTunes, на нас можно подписаться через RSS. Также мы находимся сейчас в активном процессе подключения новых площадок, точнее, размещения нас на разных площадках. У нас есть, например, Яндекс.Музыка, у нас есть Google Подкасты, полный список площадок, где мы есть, можете найти, опять-таки, на basicbookradio.com и YouTube-канал у нас тоже есть. У нас есть basicbookradio аккаунты в Twitter, в ВКонтакте, в Telegram, в Telegram, в WebChat. Там можно оставлять вопросы на следующий выпуск, когда мы его анонсируем. Ну и на этом все. Спасибо за внимание и до следующего выпуска.